Здравствуйте, друзья! С вами снова канал Лучимся с Алисой. Я хотел бы с вами поговорить об одной очень интересной проблеме для многодетных семей. Это проблема посещения поликлиники. Почему эта проблема? Потому что, когда у вас очень много детей, у вас довольно тяжело и напряженно с графиком. Чем больше у вас детей, тем тяжелее, соответственно, выделить определенное время. Поликлиника по записи вам начинает резко не подходить. По предварительной. Но в этой ситуации Москва идет многодетным навстречу. И у вас есть право, у ваших детей, если они дети из многодетной семьи, посещение врачей в неочередном порядке. Соответственно, через живую очередь, через какую-то другую предварительную запись в регистратуре. Она есть. Но даже в этой ситуации, даже в этой ситуации, сегодня мы просто попробовали получить справку восьмую счету. Для чего? Да, я даже не знаю, для чего, если честно, но не для поступления, не переживайте. Вот мы ее получили. Мы ее получили за 4 часа, при этом, на самом деле, шли нам навстречу все, кто только мог. Однако, однако, часть анализов потерялась. Часть анализов не подгрузилась. Что-то не нашлось. Что-то исчезло. Что-то нужно было срочно пересдать. Где-то нужно было идти и в живом порядке просить врачей. То есть, врачи все, да, врачи все пошли навстречу, врачи все сделали все, что могли. Но 4 часа на каждого ребенка, это просто одна справка, одна маленькая справка, по которой, в общем-то, в своей поликлинике все, что нужно было, имелось у ребенка. А представьте ситуацию, когда вам нужно проходить нескольких врачей, да еще и регулярно. А с учетом того, что для детей нормально болеть до 5-7 раз в год. Представьте, вот у вас, допустим, 10 детей, 7 детей, 8 детей, 12 детей, и каждый из них болеет 5-7 раз в год. И это немного, это не часто болеющие дети. Часто болеющие дети болеют гораздо чаще. Это просто постоянное нахождение в поликлинике. Ну, естественно, если вы не можете, вы не можете этого делать, вы не можете обеспечивать им постоянные регулярные осмотры на тех условиях, которые считаются стандартными и обычными. В этом смысле очень хорошо, что большинство людей относятся с пониманием к тому, что да, действительно есть такое право, право вне очередного приема, право посещения. И очень странно, когда иногда попадаешь на человека, считающего, что такое право быть не должно, и пусть тут посидят, как все. Во-первых, сидеть, как все, все равно приходится. Никто вас прям сразу с порога, с криками пропустить, многодетных не пропустит. Вы пойдете тогда, когда это будет удобно врачу, когда он найдет окошко. Ну, он постарается это сделать, конечно, быстро, но тем не менее. А во-вторых, бывают разные врачи. Далеко не всем нравится то, что вы приходите, и то, что вы пытаетесь попасть в очередь вот в такую. Это сложно объяснить людям, если у них нет детей или детей мало. Но большое спасибо Москве, потому что в очень многих городах России такой льготы не работает. Поэтому в этом смысле мы не в обиде. Так что, ну и самое главное, старайтесь не болеть, заводите новых олес. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok